приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня мы делаем второй шаг в сторону хамона мы будем готовить негушский пшут кто был в черногории наверняка ну не только в черногории на самом деле все балкан во всех балканских странах готовят пшут пшут это в переводе с итальянского но с итальянского вообще прошу то это окорок а вот пшут на каком-то из балканских языков тоже обозначает окорок ну и собственно говоря практически в сербии в черногории в хорватии в албании везде готовят пшут но самый такой известный наверняка все-таки негушский пшут который готовят в селе негуши в черногории практически все село занято вот в приготовлении этого негушского пшута и собственно говоря это является одной из визитных карточек черногории мы взяли свиную ногу вернее часть свиной ноги вот таким вот образом она выглядит это молодой достаточно поросеночек вырезали из нее косточку но потому что неохота с косточкой готовить мы будем использовать сетку специальную сетку для вяленя вот поэтому вырезали из этой части ноги из этого окорока косточку ну то есть вот так вот выглядит сам окорок только здесь еще была кость и первое то есть готовить мы его будем несколько этапов вообще несколько слов расскажу чтобы вы понимали потому что процесс длительный как бы как он готовится если мы готовим из целой ноги не вырезаем косточку так как я то мясо надо еще про прошприцевать рассолом какой состав рассола я напишу в описании видео если мы готовим из разрезанной ноги ну вот так как я делаю то первый этап у нас будет сухой посол второй этап мокрый посол потом мы повестим наш окорок компрессионную сетку будет этап прессования потом этап копчения и потом этап уже для линия в общем и целом процесс займет около трех месяцев ну собственно говоря друзья на первом этапе нам надо это а кстати почему еще сказал сразу что второй шаг второй шаг хамону на самом деле хамон целый целый свиной окорок то есть ну полностью вся нога приготовить достаточно сложно и мы делаем промежуточные эксперименты с вяленем мяса естественно каждый рецепт который я предлагаю вы его уже пробовали делаем как минимум второй раз вот то есть первые первый шаг хамону у нас было копало или капокало можете посмотреть видео на нашем канале вяленая свиная шея результат получился потрясающий с удовольствием слопали ее очень понравилось но вот второй этап это пшут нигурский пшут делаем его по классическому рецепту так как его делают черногории но как я уже сказал единственное единственное отличие хотя там тоже делают вырезаю косточку но в основном именно вот в нигушах делают на косточке но мы косточку вырезали итак друзья первое что мы сделаем это засолим наш окорок для этого я использую контейнер чтобы разложить его и по поводу соли вернее по поводу состава на каждый килограмм мяса мы взяли 25 грамм поваренной соли 20 грамм нитритной соли с содержанием нитритного нитрита натрия 0405 процента и 1 грамм сахара но опять же таки все пропорции я напишу в описании видео и берем эту нашу ножку и хорошенько ее засаливаем если вы готовите из целой ноги не разрезанной тогда из точно такой же смеси делаем концентрированный рассол то есть делаем смесь делаем из нее 16 процентный рассол и этим рассолом хорошенько шприцуем ногу я просто вот так вот засолю хорошо везде качественно втираем чтобы вся соль у нас была использована люблю я очень такие долгоиграющие блюда такие как пармезан такие как всякие вяленые блюда которые долго готовятся мне интересно как силы природы делают волшебство и превращают ну я считаю что вот этот процесс тоже по моему пониманию он такой достаточно волшебный процесс вяления мяса вот как как объясняли по поводу того как шприцевать то есть шприцевать надо ли только в мышцы но и в артерии то есть если вы будете делать из целой ноги то шприцуйте не только в мышцы мясо но и в артерии хорошенько чтобы везде наша соль попала потому что процесс предстоит длительный и нам ни в коем случае нельзя допустить что мясо у нас испортилось ну вот как то так и теперь друзья если разрезанная разрезанный окорок то оставляем его на шкурке если нога то естественно не важно как и закрывая контейнер закрою крышкой и отправляю это на пять дней на засолку в холодильник через пять дней мы приступим к следующему этапу мокрой засолки итак друзья наш будущий пшут солился ну должен был солиться пять дней мы его шесть дней солили просто не было вчера времени не было возможности его заняться им скажем так вот такая вот красота получается уже но потом он будет выглядеть вот так вот это будет это у нас нога как вы помните и теперь друзья перейдем к мокрой засолке спросим пожалуйста контейнер значит мы приготовили рассол вскипятили 2 литра воды но мы же готовы я не готовить на камеру сейчас расскажу вскипятили 2 литра воды в горячую воду которая только что закипела добавили по столовой ложке черного перца горошка душистого перца горошка и добавили штучек 5-6 лавровых листиков потом эту воду остудили до комнатной температуры и добавили в нее 10 грамм сахара естественно все пропорции я размещу в описании видео 10 грамм сахара 160 грамм нитритной соли и 160 грамм нитритной соли концентрации 0 4 процента нитрита натрия и 160 грамм поваренной соли вот у нас получился такой рассол но не покажу его потому что перельется и теперь друзья наше мяско мы еще пять дней солим мокрым способом то есть я его также выкладываю в контейнер и выливаю рассолчик сейчас его не хватит мне кажется может не хватит отлично просто супер вот таким вот образом мокрым по словам видите мы добавляли перец и лавровый лист в горячую воду практически в кипяток и аромат просто потрясающий но и сам рассол стал вот такого вот приятного коричневого цвета то есть раскрылись все специи но для этого мы собственно говоря и добавляли кипяток нитритную соль то есть в принципе поваренную соль можно добавить в горячую воду нитритную соль надо добавлять только в холодную воду ну сахар уже по желанию итак друзья следующий этап сейчас мы это протрем следующий этап мокрые засолки 5 дней мы тоже оставляем в холодной месте но мы оставляем у нас на лоджии там у нас температура в среднем 5-6 градусов после этого перейдем к следующему этапу прессования мужский пшут солился мокрым посолом в течение пяти дней как мы и говорили потрясающе пахнет потрясающе пахнет наше мяско наши следующие действия значит в чем их суть вначале расскажу расскажу нам сейчас мясо надо обмыть и вымочить в воде для чего это делается дело в том что наружные слои мяса значительно больше у нас просолились чем внутренние чтобы выровнять этот эффект нам надо вымачивать мясо и причем есть достаточно простая формула вымачиваем его в часах столько же сколько засаливали днях то есть нашем случае 5 дней мы его засаливали значит на 5 часов мы его помещаем воду в первую очередь я попрошу ларису лариса обмой пожалуйста проточной водой первую очередь обмываем проточной водой после этого я приготовил емкость чистенькой водичкой и помещаем наш пшут в эту емкость на вымачивание делается это еще раз для того чтобы посол так как кусок мяса достаточно крупный чтобы не получилось так что наружная часть мы его потом будем мелкими мелкими кусочками отрезать тоненькими такими буквально состругивать и вот чтобы у нас не получился такой эффект что наружная часть будет сильно соленая а внутренняя нормально соленая чтобы посол мы делаем вот такую вот процедуру после этой процедуры мы перейдем следующему этапу это будет сегодня же то есть спасибо большая ларис какая красота но я уже друзья мои в таком предвосхищение этого блюда но надо мне еще месяца на два набраться терпения конечно ну не буду забегать вперед о том что мы будем делать дальше сейчас мы отправляем наш будущий пшут негушский на вымачивание поместил его в водичку и оставляю здесь на пять часов и так друзья через пять часов перейдем к следующему этапу наше мяско вымочилось хорошо из него весь лишний сол вишел сол вишел сказали так выехали сол и сол вишел теперь промахнем его если вы готовите из целой ноги не разрезанной собственно говоря делаете то же самое но так как я готовлю из разрезанной сейчас я покажу что мы с ней будем делать хорошенько хорошенько промакиваем какая красота следующее что мы будем делать подобное это уже будет хамон конечно мы не найдем свиней которые выкармливались желудями но у нас будет украинский хамон типа хамон у нас потренируемся на пшуте но конечно с хамоном я уже так не схитрю разрезать его не получится придется делать целым смотрите какая красота так друзья сейчас ответственный момент для того чтобы эту ногу свернуть назад в магазине я не ем колбаски я купил сетку сейчас попробуем нашу ногу сетку она диаметром 200 миллиметров вроде все должно поместиться сетка из пищевого каучука подходит для контактов с едой так сказать давайте прозаим нужную длину сеточки и вот тут вот станет вопрос конечно если я готовил с целой ноги я бы так не игрался но мне теперь поместить эту штуку в сетку что сейчас будет некоторой проблемой ларис мне нужна твоя помощь что-то не придумаешь так давай что-то не придумаешь так давай я буду держать его вот так вот а ты сворачивай ногу и засовывай ее держишь? да давай вот так вот нет? я не выдержу в общем такие у нас друзья танцы с бубнами ладно в общем пришлось все делать вручную суть в том что обычно берется гильза но в частности для 150 сетки мы используем вот такой вот отрезок трубы хотели использовать сырную форму но сетка 200 а форма в диаметре 220 поэтому как бы сетку не было возможности натянуть на форму ну вот таким вот образом изрядно помучившись мы с ларисой натянули сетку на наш пшут сейчас я расскажу друзья что мы с ним делаем дальше так мы вернули нашей ноге форму ноги то есть вот такая она была до того как мы ее разрезали для того чтобы достать косточку лучше бы мы этого не делали теперь друзья отправляем ее на прессовку значит что мы делаем ну я то ее положу под сырный пресс я просто показываю как можно сделать берем две досточки на одну ставим второй прижимаем и надо положить груз килограмм 10 то есть это может быть какая-то железяка может быть даже не знаю что может быть потому что банки с водой сюда не поставишь ведро с водой что ты хотела сказать ловить 10 это мало надо килограмм двадцать а то и больше надо очень сильно его определить килограмм двадцать да там написано три веса как минимум ага три веса мяса три веса мяса ага вот лариса мне подсказывает значит надо три веса мяса а у нас сколько здесь вес мяса три так это 10 килограмм три веса мяса если три килограмма три с половиной килограмма то три веса мяса это 10 килограмм что ты взбиваешь ну значит я что-то в общем в прохладном месте мы это делаем на лоджии у нас на лоджии температура 5 градусов достаточно прохладно либо на балконе только не на солнечной стороне потому что на солнечной стороне температура может подыматься в самом крайнем случае в холодильнике друзья ну конечно идеально не в холодильнике потому что в холодильнике оно займет просто весь холодильник в общем если нету пресса для сыра две досточки прессуем сверху груз 10 ну скажем так 10-15 килограмм я в качестве груза использую спортивные блины от штанги ну от спортивной штанги даже ума не приложу можно какую-то пластиковую канистру с водой использовать ну вот в общем надо надо придумывать какой груз итак отправляем нашу ножку на три дня какая красота правда мне очень нравится я думаю это будет такая вкуснятина пахнет очень классно ну собственно говоря пока пахнет мясом и специями потом мы с ней еще поработаем на три дня отправляем ее прессоваться и дальше будем переходить к следующему этапу копчению дорогие друзья наша ножка спрессовалась теперь выглядит вот так вот и перед копчением нам ее надо обсушить и обветрить немножко ну вот мы ее хотим на ночь оставить для этого я сейчас ее обвяжу капроновой веревкой потому что на сетку я ее не смогу подвесить я думаю что она ну просто из сетки свалится порвется сейчас обвяжем сейчас обвяжем эту штуку надо нужной длины отрезать кусочек шпагата и начнем сверху ну как сверху тут непонятно где вверх где низ собственно говоря нам ее надо подвесить вот за эту часть так как висит нога обычно это хорошенько затягивать может что-то и получится как-то не по центру у меня получилось теперь уже по центру шпагат порвался надо хорошо стянуть конечно лучше наверное не льяным шпагатом это делать мне кажется что льяной не выдержит буду чуть поменьше стягивать так делаем петельку для навески а здесь как же его завязать пропустить я же хочу петлю здесь сделать здесь сделаем вот так вот петлю еще будет прикольно если этот шпагат не выдержит в процессе сушки петлю 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 не там где надо ну отпусти чуть-чуть ну как же отпущу ну вот и теперь завязали ладно что-то у меня траблы с этим мяском надеюсь что закончится это хорошо узлы никогда не были моей сильной стороной я перед каждым восхождением сажусь и альпинистские узлы выучиваю вот лиза зачем ты кресло портишь еще и кот портит кресло в общем одни неприемности о как то так друзья хочу чтобы вы увидели вот так вот оно у нас будет висеть то есть вот этой вот узкой стороной там где косточка ну там где ножка была бы мы вывешиваем вниз вверх что-то я так напрягся завязывать что и заговариваться начал вешаем в прохладном месте мы вешаем на лоджии у нас там температура 5 градусов как я уже говорил вешаем на ночь чтоб мясо хорошенько обветрилось и обсохло а завтра приступим к копчению на следующее утро наш будущий пшут имеет вот такой вот замечательный вид он полностью обсох немножко обветрился и можем приступить к общению сейчас перемещу его в коптиленку переместил я пшут в коптиленку установил температуру 35 градусов будем коптить но у меня тут конечно еще много всяких ништячков коптится к новому году вот но пшут будет коптиться вместе с ним при температуре 35 градусов будем коптить его в течение 12 часов потом посмотрим на результат и при необходимости может быть продлим еще копчение запустил я дымогенератор коптильня начинает наполняться дымом интенсивно сейчас у нас где-то около 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 9 часов утра быстрых минут ну и до 9 часов вечера будем коптить наш пшут при температуре 35 градусов потом как я уже говорил посмотрим на результат и может быть продлим копчение еще на 12 часов потому что в принципе как бы коптится ну вот как я читал коптят от 12 до 36 часов посмотрим на результат через 12 итак друзья коптился наш пшут негушский 12 часов я думаю что ему достаточно очень хорошо прокоптилось мяско и сейчас расскажу вам как мы его дальше будем вялить итак наш пшут негушский готов взвесим его запишем вес 3270 3 килограмма 270 грамм и отправляем его вялиться сами набираемся терпения аппшут отправляем вялиться при температуре 8-10 градусов влажности 70-75 процентов вялить мы его будем в течении 45 дней через 45 дней он будет готов естественно вы увидите отдельное видео про дегустацию мы его разрежем но не просто там нарежем а именно разрежем пополам посмотрим что там внутри какие процессы произошли как он выглядит естественно нарежем и попробуем а пока друзья рецепт шута считаю что законченный предварительный результат очень крутой очень вкусно пахнет поверьте собственно говоря пробуйте готовить по нашему рецепту если у вас есть какие то вопросы задавайте их в комментариях мы отвечаем на все комментарии друзья подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх если вам видео понравилось или пальцы вниз если видео не понравилось а мы с вами будем прощаться естественно будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока спасибо 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 спасибо